здравствуйте в этом видео мы покажем вам как поменять механическое реле давление допустим на мини станции так же сам она меняется на большой станции если вдруг она у вас не работает для начала берем включаем допустим как оно должно работать насос все нормально работает но вдруг что-то случилось заклинило проржавела в середине залили водой она щелкнула выбила что-то с ней случилось и она не работает представили что она не работает теперь как мы будем менять эту автоматику смотрим теперь сразу мы возьмем открутим автоматика откручивается снимается верхняя крышка верхняя крышка с помощью вот вот такого выхода так смотрите берем нашу супер электричество сейчас щелочка снизу все сняли и так вот так у нас выглядит автоматика внутри то есть регулировка верхнего диапазона нижнего диапазона воды давление воды вот так у нас скручены изолированные контакты так принципе прикручена сама автоматика теперь снимаем здесь откручиваем можно конечно открутить вручную можно открутить можете вручную открутите с помощью специального ключа сейчас мы перекрутим чтобы нам удобно было разбирать это все так вот начинаем ставить будем мы допустим на такую автоматику тоже торговой марки optima называется pm 5 2 g чем она отличается от этой автоматики в принципе самое большое различие то что у нее есть уже эта шкала в середине вот такая вот красивая очень и красивый прозрачный корпус для начала ну что делаем откручиваем провода от этой автоматики переставляем здесь у нас крест идет переставляем крест не откручиваем смотрите здесь у нас заземление то есть откручиваете провода мы откручиваем заземление все заземление на вход и на выход у нас откручен теперь откручиваем провода с насоса сразу берем вот у нас провода на насос откручиваются это у нас получается линию мы откручиваем сразу давайте 0 открутим потому что у нас будет открутили но вот видите как подсоединение но тут взяли фаза прикручено а ноль просто прикручен вместе тоже можно подсоединять но сейчас рассмотрим как подсоединяется в обыкновенном случае теперь тут немножко откручиваем немножко откручиваем для того чтобы вытащить все это автоматика так как у нас типа она сломалась мы ее выкидываем в мусор либо на запчасти можете как хотите так теперь надо открутить вот эту ставим опять плоскую курску открутили сняли все вот у нас наша автоматика пока еще ни разу не задействована рабочая теперь для того чтобы нам подсоединить провод питание питание сети откручиваем здесь смотрите здесь что у нас идет три вот такие запчасти то есть они так и ставятся продевается сразу вот эта часть потом конус видите он при том когда вы больше закручивать он нажимается и удерживает провода это уж в случае то что если вы рванете за провод он не выскочит не замкнет не заклинит есть теперь резиночка поджимная теперь берем заводим это все сюда всю эту коллекцию проводу резиночку поджимаю ставим конус прикручиваем зажимаем так как говорится все то есть мы зафиксировали теперь нам надо прикрутить эти провода смотрите у любой автоматики все просто это заземление это по-любому будет заземление а здесь мы читаем зачем она надо то есть смотрите здесь что написано здесь написано мы мотор подсоединяем а здесь у нас линия то есть получается нам надо подсоединить фазу ноль сюда а здесь с мотора подсоединить также эти же провода то есть линия у нас вот здесь вот идет значит берем закручиваем провода чтобы они так вот не были у нас в разные стороны смотрите здесь видите здесь вот поджимные такие идут сейчас я переставлю на крест сейчас вы увидите мы берем откручиваем видите ходит у нас как шахте лифта вот теперь вставляем провод вставляем провод и поджимаем закручиваем все закрутили это мы закрутили фазу теперь мы тоже самое делаем с нулем отжимаем отжимаем вставляем сюда провод сейчас только только закрутили его сейчас есть закручиваем все есть все то есть у нас получается вот линия там где написано линия фаза 0 вот фаза 0 прикручены у нас остается заземление прикрутить заземление давайте прикрутим сюда допустим это все равно куда вы прикрутите это уже но это не имеет значения вообще то есть если вы перепутаете заземление прикрутите она все равно одной идет планка и как бы ну то что ничего страшного прикрутили теперь у нас еще есть провода самого насоса также само это у нас фаза 0 и заземление откручиваем второе у нас там еще резиночка должна быть резиночка не хочет выходить ну и поможем вот все есть теперь получается на провод одеваем потом одеваем конус и в конце одеваем резиночку все есть и так же сам продеваем сразу вот сюда вот провода ловим провода с этой стороны все прикручиваем все теперь как подсоединить эти провода эти не достает надо было наоборот конечно прикрутить но уже нам главное это все испытать проверить итак теперь подсоединяем синий напротив синего серый напротив серого тут как бы ничего не сложного так тут у нас откручена уже секундочку так вот мы вставляем не попали потому что все попали отлично зажимаем зажали и теперь фаза напротив фазы и осталось у нас заземление заземление прикрутим давайте их вместе прикрутим допустим все равно откручиваем ставим вместе заводим по очереди то есть у нас смотрите заземление вместе фаза напротив фаза идет ноль напротив нуля все и и потом понятное дело для того чтобы подсоединить станции берем вот эту гаечку прикручиваем на этот выход он у нас просто в этом видео мы не сможем прикрутить потому что у нас мало места как так смотрите мы не сможем сейчас прикрутить сюда потому что у нас не хватает провода мы не мы не дотачивали специально для видео зачем нам главное вам объяснить как поставить и переставить электронику то есть смотрите мы все поставили перед тем как испытывать вдруг у вас будет какое-то замыкание еще что-то будет то есть ну все ну вдруг вы неправильно прикрутили чтобы вас не ударило сразу ставим защиту и закрутили она даже вручную закручивается все и теперь испытываем то есть тут варианта два если мы правильно подсоединили у нас насос запустится если мы неправильно подсоединили у нас будет короткое замыкание в моей практике короткие замыкания были так что это дело такое но мы подсоединили правильно видите все насос работает так же к этому насосу подсоединяется любая автоматика но смотрите если у вас нет практики хотя бы какой-то по электричеству для того чтобы не спалить насос для того чтобы не убиться от электричества и не спалить проводку в своем доме пригласите лучше электрика специалиста которого либо который занимается насосами он вам переустановит автоматику эту механическую либо просто электрика потому что это будет дешевле чем ремонты проводка и все остальное то есть мы вам объяснили как поменять типа вашу старую сгоревшую автоматику на новенькую красивенькую которая будет работать служить и радовать вас если вам понравилось это видео либо было полезным ставим лайки оставляем пожалуйста свои комментарии может кто-то что-то хочет добавить как есть еще какой-то вариант установки готовы поспорить подискусировать в комментариях со всеми спасибо всем за просмотр всем пока пока